Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Сенчайд Фулл, и мы продолжаем проходить время перемен. Сейчас мы отправляемся с вами к очень-очень серьезной задаче. У нас сегодня задача пойти на базу военных, то есть на их такой блокпост, и убить их всех там. И получить скрон, в котором что лежит, я не знаю. Мне сказали, что он там есть. Это логично, по идее, потому что они там спрячут. Короче, посмотрим, что они там из себя представляют, что у них там есть и так далее. Надеюсь, что-нибудь интересное. Так. Сейчас, конечно, надо было толкнуть вот эту, я думаю, сейчас и нужно, потому что все-таки, все-таки, сейчас у нас будет очень-очень серьезный бой, и нам надо будет тащить, я думаю, очень много вещей интересных. Поэтому, я думаю, советую многим и себе, сейчас я тоже зайду, сделать какой-нибудь схрон ваш, где-нибудь там все отложить и уже сбегать туда, не раз откладывая этот схрон, потому что, чтобы по-другому вы не сможете никак все это унести. Я уверен в этом, я уверен, что там какие-нибудь, не знаю, военные приблуды будут, военных такие приблуды могут быть, что просто представить невозможно. Я думаю, много-много патронов будет, какие-нибудь снайперки, может быть, еще будут, что-нибудь еще. В общем, мы с вами это узнаем и увидим. Все вместе со мной. Я тоже не знаю, и для меня тоже будет открытием. Спрячем мы сейчас все, я думаю, около Сидоровича. И также посмотрим, что Сидорович сам даст за эту пушку. Не больше ли тысячи? Если не больше тысячи, то это было бессмысленно бежать сюда и продавать им эту пушку. Можно было продать ее гораздо раньше и на базе этого, какого, новичков, ну, сталкеров. Так. Ну, еще хуже. Ну, прям вообще. Ну, ладно. Будем знать, что уж тут. Будем знать. Они даже брали дороже. Так. Сейчас у нас главная задача снять снайпера. Ну, не снайпера, а снять мужика, который... который сидит у нас в пулемете. Если мы его не снимем, то мы расстанемся жизнью гораздо быстрее, чем мы хотели этого. Вообще не хочу расставаться жизнью на базе военных, но если уж будет все жестко, то мы будем прорываться совсем по-другому. И надо же сейчас как-то найти. О, военные. У доты никто не стоит, что ли? Используем нашу новую шинковалку. А, это собаки. Угу. Интересно. У нас пушка с глушителем, и это большой ее плюс. БТР. Да, однако. Не просто будет это. Не просто. Но, ребят, у нас есть вот такая вот ерунда, которая любой БТР просто в говно раздолбает. Сейчас посмотрим, есть ли тут мины, сколько они наносят и сколько они в костюм. БТР это уже не очень хорошо. Но. Их тут два. Да ладно. На военной базе два мужика. Это как вообще? Четыре. Шесть. Восемь. Ну, не сказал бы, что прям реально больше, но ладно. Восемь человек на базе это ничто. С таким оружием, которое у меня сейчас имеется. Кстати, вещи он говорит реально правильные. То есть, по идее, если вы вторгнетесь вообще на территорию зоны в реальном мире, я имею ввиду, и попадете штурмовать чье-то КПП, вас реально сразу застрелят. Вот. Они пусть не пытаются, а я пытаюсь. Ух ты, нихера. Вот они дамажат вообще хорошо. Вот там мужик был. Давайте вас от зоны. Вот-вот. Это уже интересно, ребят. На самом деле, это очень хорошо, что они так дамажат. Нормально. Вот мне это нравится. Замечательно. Никакой экзотилет меня не спас. Очень. Очень круто. Так, надо после каждого сохраняться, потому что... Опа-па. Замечательно. Один патрон, и мы просто в говно сразу. Так. Говорят, все понимаю, мужик, но не стоит. Просто невозможно нарядить сразу две кнопки, третью тоже. Вы видели? Вы видели, как меня сейчас держит? Ну ладно, так посидим. Так как вы понимаете... Фу, блин. Так как вы понимаете, что это жестко, ребят. Нам нужно быть осторожным. Тут уже как миссари получается. Хорошо. Продолжение следует... Лутеры, блин. Осталось два мужика. Скорее всего, один где-то там, а один командир. Да, оружие у вас, конечно, вообще неплохое. Сколько стоимость? Четыре тысячи? Ну, ничего. Нужно быть осторожными. Мне интересно, БТР атакующий? Да, вроде должен быть. Или на котором ездить можно. Пока не могу сказать. Тут у нас сто процентов есть, чувак. Блин, половина патронов ушло в стену. 150 патронов. Нифига, вы щедрые. Ребят, я молчу. Я не хочу ничего говорить. Вашу мать. Как я это унесу? Сколько весит? 10 килограмм. Каждый по 2 килограмма к ней весит. Снаряд. Охренеть просто. Вот это я возьму. Это что? Рацион питания. Посмотрим, сколько можем нести. Можем? Можем. Не можем. Ну, тут понятно, почему не можем. Тут все-таки куча. Вот можно, ладно, выложить эту. Сколько у нас? 39. Можем 20 носить, наверное. И ракеты не хочется кидать. И ходить за ними далеко заново. Так-то мы можем ходить, да. Но схрона у них, конечно, вообще жесть. Это что? А это что? Тактик. Окей, тактик. Так, тактик. Ну, на самом деле, базука это, конечно, все хорошо. Но я думал, что-то более жесткое будет. Это замечательно, что не более жесткое. Потому что... Хотя будем знать, что... Конечно, можно сюда вернуться. И взять все вот это. Где-то еще один мужик остался. Интересно. Который, я думаю, меня вполне нормально так пришпичит. Пришпилит. Если увидит. Лучеры, блин. Ну, там, гранатки я у вас возьму. Такие не буду брать. Тенек я на вас поднял. Тоже неплохо. Мама. Мама, это да. Закрепиться на точках, ждать дальнейших указаний. Конечно, все хорошо. Но у нас есть БТР. Если в него залезать можно. Хорошо, что пушка используется. Но, на жаль, с нее стрелять нельзя. На одной мини взорвался... Окей. Я понял. Одну интересную вещь. Нам нужно как-то, как-то... Это выложить сюда или подъехать на машине поближе. Чтобы перегрузиться. И мы смогли как-то вылезти и дойти вот сюда. Не знаю, как это получится. Ну, в общем. Давайте поглядим. Давайте поглядим одну интересную вещь. Нет, не эту вещь. Сейчас сначала зайдем, посмотрим в сундук. Тут 100% все эти тайники, которые, они же наполнены сразу теперь. Замечательно. Где эта мина, мать ее? Которая взорвала нас. Заминировали козлы. Тут даже ее и не увидишь нафиг. А мы можем проехать через это? Смотрим, есть тут мина. Я думаю, тоже есть. Ёб твою мать, а! Ай! Ну ладно, загрузим еще раз. А как тогда предполагается, что я здесь? Хорошо. О, теперь, кстати, я спошел. Чтобы просто не нарваться на мину, когда поеду. Теперь вроде можно будет. Не пытаюсь проникнуть, не переживайте. Я уже проник. Мне нечего пытаться. Какого хрена? Вот объясните мне, я же их... Ладно, дайте попробую машину, если на машине тоже нельзя выбраться. Какой смысл все это здесь ставить? Ну, еще военные пришли. Замечательно. Окей, окей, будем знать. Военные, значит, у нас пришли. Служба безопасности Украины призывает к сотрудничеству с СССР на пропорядке СССР на оплате. Гранату. Гранату. Так, вот, смотрим, мне костюм уже. Твари. Вот, что говорят правильно, то говорят правильно, но и сомнительные выгоды. Не будь я сталкером, иди сюда абсолютно бесполезно. Так, давайте поглядим. Так, давайте поглядим. Ну, не знаю. Вылезти в окно мы, естественно, не мангем. Тут еще один остался. Он побежал к пулемету, что ли, сразу? Еще один труп. Замечательно. И ящик судьбы. И ящик судьбы, блин. Не подлежит апгрейду. Тип особая. Ну, блин. Я думаю, да, особая. Все-таки. Ладно, оставим пока здесь вот это. Возьмем. 30 можем носить, да? Нет, 30 не можем. Допустим, одну откладываем. Не можем. Вот так. Можем. 125 можем носить. Хорошо. Тогда мы отложим туда еще. Вот сюда вот. Вот это. Эти штуки. Фонарик. Фонарики нам абсолютно не нужны. Так. Аптечки бы взять, но они дадут нам килограмм. Так-то тут вообще хрон неплохой. Четыре ракеты, а не по два с половиной килограмма. Там еще никто не идет, нет? Вроде как никто не идет больше. Ладно. Нигде не выехать, понимаете? Вот что, прикол. Конечно, понимаешь, что я на это трачу время. Но, блин, все-таки БТР. Какого нахрен разницы тогда в этом... Вообще смысл в том, чтобы его ставить здесь? А здесь эти мины, а? Понятнее могу просто. Давайте попробуем. Ну, это прям какая-то суперскоростная машина. Мне скажите, хотите сказать, что у меня бинтов нет? Нет, у меня бинты есть. Приехали на своем джипе сюда. Могли бы тогда взять весь луп, но ладно. А что мы можем продать здесь? А мы можем продать только ракеты, вот эту базуку. Но я не знаю, нужно ли ее продавать. Она же все-таки уникальная. Не знаю, ребят, не знаю. Сколько ты за нее мне дашь? Мужик. Конечно, все понимаю, но это уже перебор. Пока отложим сюда вот это все. Можно будет потом еще сходить, но там осталось все такое, ну, средненькое на самом деле. Так. Лебедев. Флешка с информацией. Флешка. О, у тебя еще два появилось. Даже не знаю. Два этих, два этих. Ладно, пусть они у тебя остаются. На. Замечательно, ребят. Хорошо. Будем знать, что продавать эти штуки нет смысла. Тогда возвращаемся. Хотя, давай еще взорвется моя машина. Ну, ладно, сейчас еще. Возвращаемся на военную базу, откладываем обратно туда. Схроны группировок, они заново свои схроны не лутят. Поэтому лучше оставлять туда все, что нужно. Видите, как у него скорость моментально переключается. Там уже, наверное, пришли народ. Посмотрим. Окей, не будем пытаться. Уже попытались просто. Ловите обратно. Потому что очень много весит. Лучше тогда взять какой-нибудь, не знаю, аптечек взять. Антирадинов взять. Что еще взять-то? Можно обычную базуку взять, но нахрена она нужна. Не знаю. Кобру можно взять. СВДшку возьму, да. Тут уже... Опа! Еще идут. Лутеры. Хотя нет, возьмем базуку и возьмем несколько ракет к ней. На всякий случай. Четыре штучки вполне достаточно будет. Ну ладно, давайте пять возьмем или семь. О! Бегать можем и все замечательно. Просто для какой-нибудь там техники может быть. Так. Так. Теперь нам нужно отнести обратно Лебедеву. Ух ты, как тебя заносит. Хотя оставим его тут. Вот я бегу, а выносливость набирается. Замечательно. Просто замечательно. А что в этих ящиках? Не знаю. Так. Это нам куда показывает? А! Стоп! Снимок же я не взял. Замечательно, что посмотрел на карту. Сейчас пришлось два раза ходить. Сейчас тогда за снимком сходим. Рычала, рычала. Получила пулю в лоб и сразу рычать перестала. Норм. Давай, Сидорович. Поведай нам. Дай мне снимки и улучшения флешек тоже. Не помешают совсем. Так. Хотя нового ничего хорошего не появилось. Вижу, как я. Базуку я тебе больше не оставлю, мужик. Так что даже не думай. Базука будет моя и все. Но базука очень крутая. Очень крутая тема. Ну, у меня флешек теперь. СВД. Ну, не знаю. Одного патрона хватает. Сейчас, кстати, может быть пулемет. Почему? Да потому что они постоянно туда приходят. И пулемет может кто-то сесть. Да-да. Что-то вроде этого. Хотя, ребят, что ж я делаю-то? Можно было просто телепортнуться. Нажать просто вот. Потому что можем телепортнуться прямо на базу к ним сразу. Ну, ладно. Будем знать. Ты меня портнешь? Давай на вашу базу. Мужик, я знаю, как на нее попасть. Повязка мне твоя. Ничего не даст. Абсолютно. Что ж, давайте заберем награду. Раз она у нас висит. Может быть, что-то продает интересного. Патроны, допустим, снайпе твой. Хотя не уверен. Тактик. Боевой нож шайтан. Ну, давай. Шайтан возьмем. Шайтан же это шайтан. Бронежилет чей. Ну, мужик, сколько ты базу кудашь? Ну, вот это уже интереснее. Конечно, не очень хорошо, но интереснее. Определенно. Ребят. А я же лоханулся. Я же тогда все вещи сложил в рюкзак дополнительный, который рядом с ним лежал. Вот я лоханул. Пипец. Я подумал, что сложил в эту сумку. Ой, не в сумку, а вы поняли, я думаю. Вот снимок. Хорошо. Ну, у нас есть... Можно перейти, я думаю, прям к нему. Сразу. Но сначала мы зайдем к этому и посмотрим, что у нас может улучшить. Давайте качнем СВД. Посмотрим, что она из себя будет представлять. После всего этого апгрейда. Точность плюс 50. Какая же у тебя точность? Фул. Фул. Она вообще теперь... Просто по фулу. Да, неплохая штука. У меня прям набор снайпера какой-то и базука. Набор снайпера это... Гранатомет, который может вынести любого вообще, мне кажется. Так. Что ж. Надеюсь, мужик, ты меня портнешь туда, куда мне нужно. То есть ты сможешь меня портнуть на кордон сразу. Как это называется, забыл? Да ладно. Это что? Это что вообще? Нужный хутор вроде, не? Да. Именно он и есть. По идее. Тут кто-то полег. Даже. Че? What the fuck? Какие нахуй проводники? Какой нахуй рыбацкий хутор? Вы о чем вообще? Ребят. Куда я, блин, попал? Я хотел на кордон пойти, а можно было просто к переходу дойти. Ну, блин. Ладно, идем тогда к этому. И опять туда же, и к переходу. Чтобы просто долго не бегать. Потому что это все, я вижу, как-то хреново замучено. Но, ладно. Тут у тебя могут быть деньги. Тут у тебя не может быть денег, потому что ты тело утал уже. Да, я так понимаю. У меня есть колбаска. Аптечек просто миллион. Хотя они нам не помогают. Нас убивают ваншотом. Поэтому все эти аптечки это тупо пон. Потому что у меня есть аптечки, и я типа... Так. Так. Теперь радиацию еще в минус один снижает просто так. То есть замечательно. Надо чаще бегать с детектором, потому что я что-то про артефакты вообще позабыл. А это не есть хорошо. Что у вас тут происходит? Почему все дохнут? Объясните мне. Южный хутор. Так. Что же, дорогие друзья. На такой прекрасной ноте мы закончим данную часть. Надеюсь, вам все нравится. Я делаю для вас. Прошу вас кликать на рекламу. Она находится сбоку или справа. Также спасибо всем за просмотр. С вами был Санчайдфум или Александр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.